Девушки отдыхают Здравствуйте, Люба. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Рада видеть вас в студии. Сергей Николаевич, 5-6 декабря в Санкт-Петербурге прошел форум «Арктика. Настоящее будущее». Каковы итоги форума и какие решения были приняты на нем? Ну, значит, я был, наверное, впервые был приятно удивлен в целом форумом и итогами форума. В своей жизни я видел и падения, и взлеты по Арктике за полвека. А вот этот форум, по-моему, вселил надежду всех присутствующих. Там была представительная делегация от Ненецкого автономного округа. И если те решения, которые приняты на этом форуме, они будут реализованы в жизнь, то это уже будет достойное решение в целом и те действия, которые по итогам будут. Ну, прежде всего, я позволю себе подробно остановиться, поскольку это очень важное направление. Мы все ждали вот этих решений. И я хочу все-таки поделиться с жителями округа этими решениями. Но прежде всего мы знаем о том, что у нас структурно Арктику мы выделили. Вошла Арктика в Министерство по развитию Дальнего Востока. И Арктики стало. То есть структурно мы определились. Причем первый зам у нас курирует Арктику будет. И самое главное – это то, что есть поручение президента разработать новую стратегию развития арктической зоны Российской Федерации до 1935 года. Потому что та стратегия, которая у нас была прежняя, во-первых, она признана неэффективной. Это первое. И второе – те программы, которые были по Арктике, они практически не выполняются, поскольку она признана неэффективной. Например, по 1918 году программа социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации выполнена всего лишь на 9%. На 9%. По 1919 году это порядка 30%. И вот та стратегия, которая уже нынче разработана, причем она прошла ознакомление, были предложения со всех арктических регионов Российской Федерации. Она уже вот в ближайшее время, нам в декабре, обещали внести ее к нам в Думу на рассмотрение. Но выступал на форуме замминистра Крутиков, который курирует Арктику, первый замминистра, который, в принципе, нам очень подробно рассказал то, что мы планируем сделать по Арктике в ближайшие 15 лет по этой программе. Ну, первое. 10 направлений основных. Первое – это реализация экономических проектов в арктической зоне. Мы сегодня знаем о том, что рентабельный у нас только газ в целом по арктической зоне. Что касается нефти, это далеко не рентабельная отрасль, это убытки. И мы видим, только идет в плюс реализация тех проектов, крупных проектов, где есть поддержка государства. Где поддержки государства нет, проектов нет, инвестиций нет, и особо-то никто туда не стремится. Поэтому принято решение дать старт вот этим новым проектам, причем крупным инвестиционным проектам, а для этого целый пакет предложен правительством по льготам. Прежде всего, налоговые, неналоговые льготы, причем очень существенные, мы с вами уже об этом говорили. Причем там по многим налогам просто обнуляются на 10-15 лет только для того, чтобы эти компании зашли в регион, в Арктику. Поэтому мы обсуждать еще будем вот этот проект закона, уже внесен в Государственный Дум, на одном из комитетов он уже обсуждался. И мы все-таки обсуждали этот вопрос подробно с Александром Витальевичем Цибульским. Все-таки хотим отстоять в том плане, чтобы все-таки регионы тоже почувствовали работу инвестпроектов крупных, не только федеральный центр в целом Российской Федерации, но и регионы. Чтобы часть налогов все-таки на регионы уходила. Я не буду сейчас подробностей вникать по процентам, которые там обнуляются. Очень серьезная поддержка малого и среднего бизнеса. В целом малый и средний бизнес. Если малый бизнес вкладывается 10 миллионов в течение 5 лет, то тоже очень серьезные льготы налоговые, по страховым взносам очень серьезные льготы. И органам местного самоуправления мы тоже как бы даем право уже регулировать свои доходы, тоже обнулять. Это первое. Второе. Это изучение освоения Арктики. Сегодня у нас Арктик, это, в общем-то, практически не изучено. Я уже не говорю об освоении. Поэтому здесь принято решение уже на уровне правительства о том, что те месторождения, нераспределенный фонд, который сегодня у нас имеет место быть, его быстро доизучить и выставить на аукционы на продажу для тех компаний, которые будут входить в Арктики. Уже планируются эти мероприятия. Правительство очень плотно в этом направлении работает. Далее. Третье. Это Северный морской путь. Мы о нем много говорим и на наших передачах здесь. На сегодня по Североморскому пути у нас переводится порядка 50 миллионов тонн. Мы знаем о том, что к 2024 году президент поставил задачу перевести 80 миллионов тонн. И эта задача будет выполнена. Кстати, и вот эти все экономические проекты, эмитационные проекты, о которых я сейчас только что сказал, они как раз будут способствовать росту еще объема перевозок по Североморскому пути. Ледоколы практически у нас готовы, причем ледового класса такого, что в мире таких ледоколов нет. Это лидеры новые два ледокола, которые у нас на стапелях, они в производстве. И в ближайшее время они уже будут у нас на Североморском пути осуществлять проводку. Поэтому 80 миллионов тонн поставлено к 2024 году перевести. 120 миллионов мы должны перевести к 2030 году. А к 1935 году мы должны перевести по Североморскому пути 160 миллионов тонн. 160 миллионов. А задачи амбициозные поставлены. И под эти задачи уже выстраивается вся логистика. Далее, четвертое. Это северный широтный ход, о котором мы говорили десятилетиями. Это развитие новых сетей железных дорог. Я имею в виду Архангельск, Коми-Республика, на Урал вот эта ветка. И другие железнодорожные сети. Разработан проект, есть проекты в целом, для того, чтобы нам обеспечить полностью по Североморскому пути и вот эти широтные ходы, я имею в виду, железнодорожный транспорт. Я уже не говорю про автомобильный. Далее, пятое. Это наука. Здесь вообще поставлены задачи, на мой взгляд, очень серьезные. Очень серьезные. Уже Российской Академии наук дано задание, есть поручение правительства с тем, чтобы они подготовили комплексную программу фундаментального прикладного исследования Арктической зоны по Российской Федерации. Прежде всего, речь идет о вечной мерзлоте, потому что проблемы очень серьезные идут с потеплением. И мы, в принципе, уже понимаем цифры, на какие мы выйдем по убыткам. То, что идет потепление, у нас практически северные города, причем города, тысячные города, стотысячные города, которые построены на вечной мерзлоте. Здесь тоже мы должны это все понимать и учитывать. И самое главное, то, что Академия наук должна в целом нам дать расклад весь по социальному блоку по Арктике. И здесь, прежде всего, речь идет о здоровье в Арктике. И уже принято решение, кстати, правительство, принято решение у нас в Архангельске, будет в Федеральный Арктический медицинский центр. То, что вот я буквально встречался месяц назад с окружными депутатами нашими, они мне ставили задачи и проблемы в целом по здравоохранению в Арктической зоне Российской Федерации. И здесь очень важно, что этот центр будет работать в целом по здравоохранению, потому что многое нужно менять на самом деле. Прежде всего, по подходам к лечению и прочее. Все это будет у нас здесь, в нашей зоне. Хотя мы понимаем четко, и когда в форуме были, коллеги из Восточной Арктики говорили, что мы все-таки понимали, что Западная Арктика и Восточная Арктика – это очень серьезная разница. Сегодня в Архангельске минус 2, а у нас минус 24. А если мы возьмем Восточную Арктику, то там уже далеко-далеко и подолгу за 40 градусов. Вот это тоже, вот это нужно учитывать. Вот это нужно учитывать. И некоторые, кстати, предлагали, почему в Архангельске этот центр мы планируем создавать. Прежде всего потому, что там создана очень серьезная база медицинская в Северном Арктическом федеральном университете. Поэтому выбран, безусловно, Архангельск. Мы этому, кстати, и рады очень. Шестое направление – это малый и средний бизнес. В этом направлении будут огромные даны льготы. Ну, по крайней мере, так представил нам заместитель министра по Арктике. Он их тоже, я не буду в детали вникать, это у нас надолго. Но очень важно, будет создан, уже прорабатывается вопрос, создание агентства по развитию человеческого потенциала у нас в Арктике. То есть привлечение кадров, молодых кадров в Арктику, так как это было в советские времена, когда у нас Арктика была на подъеме, и сюда люди ехали с удовольствием зарабатывать деньги. За год, за два, за три могли купить квартиру, могли купить машину, и с удовольствием ехали в Арктику. Седьмое, это доступность и качество жизни в Арктике. Вот это, на мой взгляд, очень важный аспект, о котором мы очень много говорили на всех буквально площадках в Эфоровом. И прежде всего, здесь очень важно, чтобы люди поедут туда, и в том числе молодежь, только тогда, когда они могут передвигаться, у них будет транспортная доступность, у них будет здравоохранение, у них будут доступные продукты питания, уровень жизни, лекарственное обеспечение, медицина и прочее. Вот в этом направлении целый блок предложено решение вопросов, которые уже есть в документах. Осталось реализовать вот их действительно, чтобы на деле это было. И что особенно мне показалось, вот импонировал мне это то, что то, о чем мы говорили, это будет проработана новая система субсидирования авиаперевозок в Арктике. То, что для нас очень актуально на самом деле. Цены мы знаем, какие на авиабилеты. Новая система поддержки северного завоза, с тем, чтобы продукты питания были достойны и прочее. Вот здесь целое направление будет у нас по, именно по качеству жизни. По коренным малочисленным народам отдельный блок, прямо было сказано заместителем министра, о том, что хватит политизировать у нас вот тему с коренным малочисленным народом севера. Хватит об этом говорить, пора уже делать реальные конкретные дела. Они, кстати, уже сделаны, мы с вами об этом тоже говорили. Это то, что у нас создан фонд по поддержке родных языков, по изучению родных языков. Он идет накопление, очень серьезное накопление. Мы когда говорили о том, что даже если один школьник, дитё пожелает учить свой родной язык, то мы обязаны его обеспечить и учебниками, и программами. И создан институт по изучению и развитию родных языков у нас. Это очень тоже серьезный шаг, на мой взгляд, это уже создано. А самое главное, то, что мы говорили по северному оленеводству, по поддержке северного оленеводства, проект законного лежит, по-моему, не один десяток лет в Государственной Думе. Прозвучало это у первого замминистра, что нужно это делать, нужно поддерживать северное оленеводство и проводить этнологические экспертизы. То есть любая компания, которая заходит в регион, которая будет работать на землях коренных народов, они обязаны согласовывать это прежде всего с коренными народами, с тем, чтобы это не навредили мы традиционному образу жизни, и то есть среде, в которой живут у нас наши оленеводы. Это сбережение Арктики, то есть не только освоение, вхождение вот такое мощное в Арктику, но и это прежде всего чистка территории, это экологическая безопасность, то есть эту среду нам нужно еще и сохранить. Одно дело, компании войдут на территорию округа, условно говоря, в арктические регионы, но нам-то здесь жить в этой среде, в тундре, поэтому нам очень важно соблюсти и эти моменты. Ну и последнее, десятое, это Арктика всегда была территорией диалога. И президенты, я как-то говорил на одном из арктических форумов в Архангельске, три президента, Финляндия, Исландия и Россия, сказали о том, что многие бы государства могли брать пример того, как взаимодействует на международном уровне арктическое государство. Вот здесь у нас идет очень тесное такое сотрудничество, мы часто проводим конференции, вот сидим за круглым столом друг перед другом, говорим прямо в глаза друг другу проблемы, и это срабатывает, кстати. Хуже, когда не общаются. Вот у нас такие отношения с Прибалтикой, я вхожу в эту группу по Латвии тоже, мы практически не встречаемся, они отказываются от всяких контактов. А здесь, какие бы проблемы ни было, как бы сложно нам ни было, мы всегда разговариваем с арктическим государством и понимаем друг друга. И понимаем друг друга. И, кстати, в 20-м году, в 21-м году у нас Россия берет на себя руководство арктическим советом, и вот здесь в этом отношении, вот то, что я вам обозначил, весь блок направлений по Арктике в Российской Федерации, безусловно, мы это контактируем, общаемся с нашим международным сообществом. То есть, не буду много говорить, утомлять, но то, что было сказано на арктическом форуме, те задачи, которые поставлены президентом, председателем правительства, и та программа, которая нам представлена по развитию Арктики, она вселяет надежду на то, что... Я думаю, что, ну, я даже, наверное, я увижу очередной подъем Арктики, а вы-то точно это увидите, потому что сегодня вот все решения, которые у нас на правительстве, они на жестком контроле в Государственной Думе, вот поэтому я думаю, что в самое ближайшее время мы должны увидеть очень серьезные изменения в арктической зоне Российской Федерации, в том числе в Ненецком автономном округе, потому что мы территориально один из самых крупных субъектов, наверное, самый крупный, который прилегает к Северному морскому пути, а это еще и инфраструктура вся, она тоже об этом все говорит, то, о чем мы все время говорим на всех площадках, я думаю, что мы оказались услышаны, и думаю, что в этом плане предстоит нам очень серьезная и большая работа. Сергей Николаевич, 18 декабря завершилась осенняя сессия, вот с каким настроением депутаты ушли на каникулы, все ли удалось сделать, и о самых важных инициативах, расскажите, которые были приняты. В основном я говорю, да, наверное, только много, но смотрите, значит, вот для себя я сделал такой вывод, по итогам сессии наша осенняя сессия закончилась, она была самая короткая, 18 декабря у нас было итоговое совещание, был традиционно Дмитрий Анатольевич Медведев, он поздравил нас с наступающим годом, подвел итоги, вручил правительственные награды коллегам, депутатам, вот, и вот по моим ощущениям, по моим ощущениям, вот три с половиной года в Государственной Думе, вот на мой взгляд, вот 19-й год он был, если не годом больших перемен, то годом переломным в истории, в новейшей истории нашего государства. Ну, прежде всего, то, что я вам сейчас только что сказал по Арктике, те решения, которые уже практически приняты правительством, и сейчас будут обсуждения очень серьезно в Государственной Думе, но и в Государственной Думе, в целом, по правительству, вот, ну, очень коротко, все-таки уровень инфляции по 19-му году меньше трех процентов. Ну, это исторически, в принципе, минимум. У нас такого мы давно-давно-давно не видели. А это стабильность. Прежде всего, это стабильность в экономике. Нас не шатает, не бросает в разные стороны, никаких дефолтов, ничего мы этого не видим. Мы уверенно идем в правильном направлении, на мой взгляд, и никакие санкции, никакие угрозы, в принципе, нам уже не страшны. Мы сейчас видим, как по Северному потоку что творится, да, когда практически кто бы только не встал на путь, там, поддержки, там, строительство, санкции, кто с Россией начинает работать. Нам это уже ничего не угрожает, абсолютно. Мы уверены в том, что мы достойно выдержим этот курс. Нам практически уже не... Многое было впервые, кстати, в 19-м году. В 19-м году нам по 19-му году мы вышли нефтяные и нефтяные доходы. Я говорил, что мы как-то на игле сидим. Когда мы впервые с вами встречались, вот первый год в Государственной Думе, сегодня уже 61% бюджета государства российского – это деньги не нефтяные. Это не нефть. А это серьезно. Это, прежде всего, как раз-то самая стабильность и те колебания цен на нефть, они у нас тоже особо-то не пугают, особо не пугают. По национальным проектам. В этом году дали старт мы 12-ти национальным проектам. Это очень серьезно. Ну, шаг пока неуверенный такой, поскольку освоение 60% где-то в целом по Российской Федерации. Но это первые шаги. Мы надеемся, сейчас приняли ряд мер, очень серьезных мер по контролю за исполнением национальных проектов. И есть надежда, что вот в 2020 году они в полной мере заработают, мы все почувствуем реальную отдачу. Далее, что, на мой взгляд, очень важно, когда десятилетиями это решение не принималось. Прежде всего, это то, это эффективность использования бюджетных средств. Это когда деньги поступали с федерального центра летом, два месяца на аукционы, снег выпадает, морозы, мы начинаем работать. Значит, будем считать, что это ушло в лето кануло от этой проблемы, поскольку уже правительством приняты все нормативно-правовые акты с тем, чтобы финансирование было в начале года. Январь, февраль – это субъекты, а уже субъекты местного самоуправления месяц дан для того, чтобы это финансирование пошло по субъектам, внутри субъектов. Это очень важно. Второе направление, о котором мы много говорили, мне окружные депутаты тоже об этом, как мы не встречались, предлагали Гордакова Наталья Александровна, меня там дённо и ношно доставало, это развитие сельских территорий. Почему? Потому что, я уже несколько раз, наверное, говорил о том, что у нас финансирование, мы не могли отследить, как поступают деньги, как они используются, насколько эффективно по селу. Мы видим, в каком состоянии в целом село по Российской Федерации. Здесь в округе ещё у нас так достойно достаточно, но когда видишь, как что творится по России в целом, то, в общем-то, без слёз не взглянешь. Сейчас принято решение, подготовлена программа по развитию сельских территорий, причём то финансирование, которое было выделено правительством, у нас не устроило, мы увеличиваем его в два раза. На сегодня 37 миллиардов рублей выделено на развитие сельских территорий по Российской Федерации, это когда у нас 37 миллионов где-то жителей живёт на селе. Но и этого мало мы понимаем, и у нас достигнута договорённость с правительством о том, что при первой же возможности эти финансирования будут в целом по селу увеличены вдвое. Таким образом мы рассчитываем на то, что вот это финансирование, которое у нас пойдёт по селу, оно достаточно такое достойно, и мы увидим развитие села, увидим стройки на селе, это и больницы, и школы, и детские сады, и ФАПы, то, что нам действительно нужно. Кроме того, но это у нас в меньшей степени касается, третья самая важная задача – это закредитованность субъектов. Она очень серьёзна, сегодня два с лишним триллиона рублей, и мы приняли решение с тем, чтобы, во-первых, эту закредитованность постепенно ликвидируем. Но очень важно, те кредиты, которые бюджетные сегодня находятся в субъектах Российской Федерации, мы дали право эти кредиты перенаправлять на развитие экономики в субъектах Российской Федерации. Это тоже такое решение, которое десятилетиями не принималось. Вот это, я думаю, что позволит в самое ближайшее время развернуть экономику, и то, что сегодня экономика 1,5-2%, президент ставил задачу экономику не менее 3% в целом сделать по Российской Федерации, то уже в ближайшие годы, наверное, в следующий год мы всё-таки рост этой экономики увидим. А если мы увидим рост экономики, то у нас будет возможность поднимать и заработные платы, и пенсии, и достаток, и социальную поддержку, потому что эти вещи очень взаимосвязаны. Потому что мы не можем сегодня, как вот нас часто предлагает оппозиция, увеличить пенсии и прочее, не имея на это развития экономики, не имея доходов, кроме нефтяных. Нефтяные доходы – это всё как бы на временное явление. И сегодня фонд национального благосостояния у нас достиг 7% ВВП. Это уже практически тот резерв, который, в принципе, достаточен для того, чтобы, несмотря на какие санкции, некие мировые экономики, катаклизмы, мы спокойно все свои обязательства, которые взяло на себя правительство перед жителями Российской Федерации, безусловно, оно будет выполнено. Кроме того, вы мне скажите, когда у нас время закончится, то я могу, депутат, долго может говорить. Говорите дальше. Это компенсируется тех, кого обманули. Достраиваются объекты и прочее. Это очень важно. Дальше. Палиативная помощь. Это помощь смертельно больным людям, уходящих в мир иной. Значит, наконец-то мы приняли этот закон, который позволяет в мир иной уйти, чтобы человеку было не больно, не страшно и не стыдно. Будут обезболивать и прочее. То есть, почему не принимались эти законы, мне непонятно. Они очень сложные, они очень непростые на самом деле, очень непростые. За ними стоит такой шлейф, потом проблем тянется, которые они, может быть, даже принимаем закон, а потом понимаем, что нужно носить поправки, нужно нести изнемение. Вот так, как по мусорной реформе, например. Мусором никогда не занимались в России. Никогда. За всю историю государства российского. Все села, посмотрите, на самолете летишь, все села у нас в пакетах, в банках. Все это разносится, раскидывается, ничего не уничтожается. В общем, не было цивилизованного подхода к этим отходам. Сейчас начинаем наводить порядок и в этом плане. Но что мне особенно приятно, что вот в этом году многое, я когда вот с ветеранами авиапредприятия встречался, в авиапредприятии, все мы знаем, мы летаем на этой Аннушке у нас, нашей любимой, которая с 1946 года летает. Там кто с кастрюлей, кто с пакетиком, вот, самолет устарел, ни пилотов нету, и навигация практически не менялась там с 1946 года. Принято решение, выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей на проектирование, создание нового самолета вместо Ан-2. Обещают в 2022 году поднять на крыло новый самолет. Мы даже не видели, какой он будет, нам обещали показать в декабре макет этого самолета. Вот это то решение, когда мы все выступали исполнительно, законодательная власть, а значит, Александр Витальевич бился. с этой проблемой, она решена. Кроме этого, выделено существенное финансирование на разработку нового самолета межрегионального, это Л-610, не 410, который летает в Архангельске, а Л-610. Кроме того, у нас финансировано ИЛ-114. В общем, авиацию у нас потихоньку начинаем поднимать еще и авиацию. И я думаю, что в самое ближайшее время мы все-таки должны это почувствовать. Значит, по проезду, вот сегодня по радио я слышал, прокуратура отреагировала, человеку не оплатили проезд к месту отдыха и обратно, до границы там у нас только, и проблемы только через суд. Я думаю, что в ближайшее время, ну, правительство нам пообещало. Я говорю, только правительство пообещало, поскольку мы по лодину письмо, наши арктические депутаты готовили, меня ветераны об этом спрашивали, Крепанов Вячеслав Кузьмич, если видят сейчас нашу передачу, они меня спрашивали, держат на контроле этот вопрос, когда мы ее решим. Вопрос вообще вот непонятно, почему не решается. 99,9% в судах люди выигрывают. Им оплачивают проезд к месту отдыха и обратно неработающих пенсионеров. Но правительство не принимает решения, не выделяет финансирования, на это нет. Люди вынуждены идти в суд. А кто у нас в суд идет? Ну, особенно по северам. Менталитет другой, никто никогда и не идет. Сейчас пообещали, я думаю, что мы это решение примем, будут выделены дополнительные средства, и в целом мы все должны, 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 вот на днях это решение должно быть принято. Ну и много того, что, в общем-то, по родным языкам я сказал, тоже такое очень важное решение, которое многими бились, решали. И вот такие вопросы, которые часто мне задавали избиратели в Нейском автономном округе, который три с половиной года бился и никак никаких ответов не получал, сегодня могу доложить, что по многим вопросам все это сдвинулось. Вот я почему и сказал, и когда первый раз, и итоги года, я считаю, что вот этот год, он такой переломный в истории новейшей России. Спасибо большое, Сергей Николаевич, вам. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был депутат Государственной думы от Нейского округа Сергей Николаевич Коткин. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова